Фокусы со скотчем. Новосибирская художница Юлия Балаш создает необычные картины с помощью клейкой ленты. Пока названия у такой техники нет, а вот поклонников уже много. Как создают произведения искусства из незаменимой в хозяйстве вещи, узнала Ольга Маховская. Не пишет картины, клеит. И даже этот термин не совсем подходит для такой техники. Художница называет этот процесс в шутку «скочевание», то есть рисование скотчем. Заметив однажды, какие замысловатые узоры оставляет после себя липкая лента на мебели, решила перенести все на бумагу. Перемасываю его как-то, как получится. После снятия лента оставляет на листе красочные пятна. На этом этапе, говорит Юлия, начинается практически магия. Скотч словно сам диктует мастеру, что получится. Я сначала создаю пятно какое-то цветовое. Я еще не знаю, что это будет. То есть это какая-то случайность. А потом я уже кручу, верчу, смотрю, на что похоже, что напоминает. И там уже после этого рождается образ. Второй этап самый важный и самый сложный. Мастер возвращает себе власть над полотном. Пока непонятно, что такое. Что можно увидеть? Можно увидеть верхнюю часть женского лица в каком-то очень интересном головном уборе. Может, это что-то национальное. Самое сложное даже не подобрать палитру из небольшого спектра, а из множества ассоциаций выбрать одну, рассказывает Юля. Так, ну что похоже? Можно обращать. Вот это очень сложно. Так, если попертеть. О, вот сейчас я вижу человека из стихов Маяковского. Достает из широких штанин вот красный документ. Зрителям также нужно быть внимательными и настроить свое воображение на игру. Эти полотна можно разглядывать и вдоль, и поперек. Так, например, в одной картине под названием «Березы» можно увидеть и деревенский пейзаж, и небольшую березовую рощу. Дерево представлено в живом виде, в виде дерева. И дерево уже в виде построек, в виде таких домишек, сыроюшек. Фантазии художника уже хватило на десятки работ. Проверить свое воображение можно в городском центре изобразительных искусств. Выставка «Юлий Балаш» продлится там до конца мая. Ольга Маховская, Дмитрий Кабанов. Новости здесь, Новосибирск.